Доброе утро! В эфире новости в студии Елена Самарина. Современной сотовой связью и интернетом обеспечат жителей села Березовка Тюменцевского района. Житель села Андрей Кондрухов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко во время прямой линии с этой просьбой. В своем телеграм-канале глава региона сообщил, с операторами провели переговоры, а с администрацией района определили участок для установки базовой станции. Монтаж телекоммуникационного оборудования планируется завершить в течение этой недели, после чего жители села будут обеспечены связью. А я продолжу. В этом году в регионе планируют создать единую службу неотложной помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Как пример, мы имеем пилот в Бийском округе. Когда мы вывели как раз-таки все вызовы неотложной помощи со скорой помощью, мы освободили порядка 10 бригад. Из 50 бригад 10 бригад стали заниматься только скорой помощью. В Алтайском крае продолжают регистрировать высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппа. Напомню, что пик по количеству вызовов скорой помощи пришелся на 1 и 2 января. 3200 вызовов по всему краю. Большинство из них с симптомами ОРВИ. Надеемся, что сейчас с окончанием каникул мы не встретимся со второй волной заболеваемости, когда формируются детские коллективы. В любом случае, будем эту ситуацию мониторить. 70 лет исполнилось Вере Волгиной, фельдшеру-лаборанту Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Больше полувека она трудится в клинической лаборатории. И подробнее о ней смотрите в нашем сюжете. Труд украшает человека. Если верить этим словам, то Вера Тимофеевна – самый красивый сотрудник Алтайской краевой больницы скорой медицинской помощи. Профессии уже 52 года. Совсем недавно отпраздновала юбилей. 70 лет. Вера Тимофеевна, поздравляем вас с наступившим юбилеем. И хотим поблагодарить за многолетний труд. Мы знаем, что в 71-м году пришли в нашу больницу. И 52 года своей жизни отдали службу, как говорится. Поздравляем вас. Спасибо. Сюда, в больницу скорой медицинской помощи, Вера Тимофеевна пришла сразу после школы санитаркой. Затем получила образование медсестры в Барнаульском медицинском колледже и лишь после этого стала фельдшер-лаборантом. Я хотела вообще по спорту идти, так как спортом в школе занималась. Но потом мне и папа хотел, чтобы я в торговлю шла. Он на продуктовой машине работал. Мама сказала, нет коровы, пойдет в медицину. Продавцы не пойдет. Но пошла в медицину работать и не пожалела. В ее обязанности входит забота о пациентах, забор крови и ее анализ. Например, сейчас занята исследованием уровня глюкозы в крови пациента. По словам Веры Тимофеевны, за эти годы работа сильно изменилась. Время же идет, прогресс идет, на месте ничего не стоит. Конечно, мы вручную работали, это очень было тяжело, и работников было меньше. Сейчас анализаторы, сейчас молодежь грамотная, но мы от них не отстаем. Учимся, работаем. Сейчас намного легче работать. Конечно, анализаторы, хорошая аппаратура. Но ни компьютеризация, ни новое оборудование, ни обновленные техники работы не стали для Веры Тимофеевны испытанием. Она признается, учиться приходится постоянно. Вот только даже в 70 лет ей это удается без труда. Вера Тимофеевна, ну хотя я уже всем говорю, что я не люблю этого слова, обучаема, ну действительно она обучаема. Она в свои годы освоила столько по своей специальности приборов, начиная с каких-то ручных анализаторов, полуавтоматических. В настоящее время работает на автоматическом анализаторе. После работы Вера Тимофеевна – заботливая бабушка пятерых внуков. Занимается танцами и посещает ретро-клуб для пенсионеров. Дарья Эндерс, Сергей Балуев. Новости. А у меня все, к этому часу не переключайтесь.